Сегодня у нас 26 марта 2018 года. Было уже почти не было снега, а сейчас Игнать хочет померить сколько упало. На 22 сантиметра, может быть там не так? Вот здесь это попробуем. 23 миллиметра сантиметра. Сантиметра сантиметра. Снег начал падать Ты, наверное, с вечера, да? Да, с вечера. Сегодня уже 26 марта. Да. Смотри, что делается. Ну все, 24 миллиметра. В общем-то одинаково. Сантиметр. На зазе ему столько снега не было. Интересно, как ровно падает ветра. 24 сантиметра. Ой-ой-ой. Господа, все много. Смотри. Вот здесь 22, а то 24. Вот как. Ну тут маленько, он наискосок идет. Вон голуби-то у меня сидят. Ага. А вот посмотреть, как воробьи я вчера посыпал. Ой, тут у них сколько. Глянь. Это благодаря семечке и отходы. Сильно любят они. Это мне Игорь барабаш дал. Я их всю зиму кормлю. А это сало. Раз, два, три. Видишь, как обладали. Одна шкурка. Это жуланы. Поползни прилетают. Сороки клюют. Вороны никогда. Ворона очень умная птица. Вот посмотреть. Ой-ой-ой. Надо на улицу туда подойти. Там. Глянь, какая у нас елка-то. Вот я не садил ничего. И сколько пришло. Вчера, дети, это в подкресенье было вчера. Здесь, это здесь сочарница. Виды, виды. А где за ночь нападало? Сиди. 22. Интересно. А ветер-то не дует. Вот. Как интересно. Такая елка. Большая. Надо было побольше видать. Нет, 24. Провисло даже. Ну, здесь падает, потому что. А вот стол, глянь, как ровно. Как пирог какой-то. Ну, тут поменьше. 18. Видимо, сдувало. Надо же так. Скворцы три дня назад прилетели. Бедненькие. Где они сейчас питаться будут? Деревня. Они там залетают, где коровы. В навозе у них что-то находят маленькое. А в городе-то ничего нету. Только потеряю полетей. Это кошки ходят. 24. В общем, да. Это сочинка. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Это вот. Росла тут трава высокая. Это цветы-то. Их убрали. Ну, поломал. Пришел тут кто-то. Я тогда пошел там. Растут такие вот сюда. Их наружу наблюдения. Видно, что шатаются. Я знаю, что ветер идет. О-о-о-о-о. А ну-ка. Красота-то какая-то белоснежная. Смотри. А тут-то сколько нападал. Ну, а то тут вообще вся. Ну, тут, конечно, побольше. О-о-о. Смотри. Пошло. Ещё себе. Сейчас, машины-то, наверное, уже поставили на прикол. Вчера везде чистые дороги-то были. Да. Ну, 23. Одинаково. Как интересно. Деревья какие. А вот люди живут где-то на юге, то у них ничего и того нету. Они глядят и морщатся. Ой-ой-ой, холодно. А чего холодно-то? Видите, как красиво. Вот в оборот-то. Видите, как внизу-то заделывало. А вверху-то как. Красота как. А даже на березах. И то вон. Веточки какие. У Бога всего много. И главное, про снег написано в писании. Вот тут почта. Сегодня мне надо идти на почту. Какое-то письмо заказное. О-о. А там вот это здание. Вот это какая-то фирма ветеринарная. А там, видать, сбоку красное здание. Это бывший краевой суд. Там меня судили. Чтоб я не забывался. Вот так. Пошли. Ты смотри. Вот растет миндаль. Миндаль. Как она? Ой-ой-ой. А вот это, смотри. Интересно. А тут только 20. С чем-то связано это. Почему она меньше тут? А тут, наверное, побольше. Нет. Ну, 25. Это у нас калина растет. Калина. Как здорово, Интинец. Это вот частная территория. Это я высудил, когда вернулся. Из-за конфискованного имущества. После реабилитации тут уже 11 лет шел суд. И Господь благословил. И прокурор края, там мэр города. Все помогали мне. Все. И суд разрешился. А платить нечем. Вот мне дали 13 соток. И вот два домика. Вот это. Здесь мы молимся. 226 квадратных метров. Жилой площади. Это же здорово. Как все вспомнишь, везде история. Вот я это ничего не садил. Это все уже было. Только что вот обшили дома. Дома сделал Андрей Дробот. Глухонемой. Резные наличники. Видишь, как вырезал все красиво. Ой, почти дует сильно. Я могу тут нащупать только тот же самый. Особенно елка красивая. Вот. Ни садил, ничего. И Бог дал. Подарил мне Господь Бог. Построили склады здесь теперь. Вон он. Глянь, как с крыши-то дует. Гляди. Ясное дело, что тут больше будет внизу-то. Это ветер подул. А обычно-то так не бывает, чтобы ровно было. А этот у меня голуби вверху. И чтобы туда не поднялись никакие зверюшки. Это у нас что здесь? Параник. Да. Из него сделаны какие? Кульки вниз. Она дойдет, дальше некуда. А там внизу все это железом. И вон где голуби садятся, тоже железо. И сверху железо. Вот сколько лет ни одна зверюшка не попала. Мышки там пролазят. А до этого там и хорьки, и крысы. Ну и что там еще были? Колонки. Страшные звери. У меня в деревне было шесть пород голубей. И они туда забрались. Ну еще один, наверное, залез. Всех до одного порешил. До одного. Ну они крыльями хлопают. И Витя зашел, Савченко, как поле битвы. Говорит, заплакал даже. Вот Господь как благословляет и отнимает. А там интересно, вон эти соседи. Большое у них здание. А там вон вверху висят бутылки. Я в них наложил камушков. А отсюда протащили провод. И когда голуби садили, чтобы спугать, отсюда дергаем. Ну вот так вот. А здесь внизу проволока. Мы ее дернем. Она стучит. И голуби поднимаются. Но сейчас они туда не летают. У меня мало их стало. О, еще раз замену. А Надежда Васильев сегодня тут. Интересно. 20. А вот здесь затеши. Ну. 23. О, ровно как. Смотри как. А тут уже ничего не было. Потому что сверху-то сейчас дует. И. Ну. Такое ясное дело, что больше надувается. Ну. Слава Богу. Все на этом. Я пойду домой. А то можно застыть. Сейчас я ноги обрешу. Сиди и сиди. Подожди. Сначала себе. Потом тебе. Ох, у меня валенки подшил. Новенькие. Знаете, какие заплаточки. Люба, мило посмотреть. Таких даже. Я знаю. У миллиардеров даже нету таких. Давай я тебе. Ну. У тебя туда попало сколько надо. Выходить. Ну. Ну что, Паля. А? Паля пришла. Головку на бок. Ну-ка давай. Пойдем на улицу, а? Ну-ка я сейчас попробую. Позову ее. Пойдет сама. Пойдем. Паля, гуляй. Паля, пошли. Пойдем. Давай. Пошли гулять. Гулять. Во хитрюшка. А вот сейчас погода-то была такая легкая. Она все время там у меня выходила. Головка маленькая стала шею на бок после болезни. Может выправиться? О-о-о-о. Все. Зимой вернулась. Напрасно, говорит, злится. Знаю, что ей мало осталось. Это я стихотворение считал. Кажется, у Афанасия Афанасьевича Фета. Он пишет такие стихи про природу. Во-о-о-о. Ну а еще тут у меня? Тут все. Голубям надо посмотреть, что они там делают. Новый выводок у них. Ну-ка посмотрим давай. Посмотри. В тепле сидят. Вон она сама. Эта голубка сидит. А вот он сидит, ее муж. А под ними там голубенок. Ну ладно. Здесь еще у меня. Они питаются, выходят на пицце где. Вот сейчас интересно. Сегодня я такие длинные у нас были там напилены березовые. Их брали когда из этой. И одна упала береза. Мне придавило два пальца. Черные были. Я сказал, я замерю. Как только сойдет. Ну сейчас я посчитал. Получается так. Четыре месяца. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну как брать. Почти 150 дней. Дней. Так, средним. И подросли на полтора сантиметра. Это я специально решил высчитать. А потом думаю, дай-ка я загляну сюда. Ооо. Так это все известно уже. А я тут старался. Еще тут известно. А вот что известно. В среднем скорость роста ногтей составляет от 0,1 до 0,15 мм в день. Соответственно, 3-4 мм в месяц. Ноготь полностью меняется примерно за полгода. Отрастая за год на 4-5 см. На руках ногти растут значительно быстрее, чем на ногах. Так, при хирургическом удалении новый ноготь на руках отрастает за 5 месяцев, а на ногах за 14. Если прекратить стричь ногти, их рост не будет продолжать себя бесконечно. В какой-то момент при достижении определенной длины их рост прекращается. Самые длинные ногти зафиксированы в 1997 углу книги рекордов Генниса. Принадлежат рекорд-жителю Индии Шридхару Чиллау. Шридхар не стрих свои ногти 45 лет. Их общая длина с 5 пальцев левой руки достигла 6 метров 12 сантиметров. Все ногти сложить-то. При этом длина ногтя большого пальца составляла 1 метр 40 сантиметров. Безымянного 1 метр 28 сантиметров. Мизинца 1 метр 22 сантиметра. И среднего 1 метр 17 сантиметров. И мизинца 1 метр 9 сантиметров. От чего зависит рост ногтей? У женщин скорость роста ногтей выше, чем у мужчин. Считается, что мужчины состригают 4 метра ногтей за жизненное, а женщины 4 с половиной. Ногти растут быстрее у правой управши на правой руке, а у левши на левой. В пожилом возрасте скорость роста ногтей снижается, что связано со снижением интенсивности иммунитета и кровоснабжения. На более длинных пальцах это безымянный, указательный, средний. У людей с длинными пальцами ногти растут быстрее, чем у людей с короткими пальцами. Летом скорость роста выше, чем зимой. Днем выше, чем ночью. Утром выше, чем в середине дня. Скорость роста ногтей снижается при постоянном недостатке отдыха, при плохом питании, длительной или строгих диетах и приеме некоторых лекарств, при заболевании почек, диабета, нарушении метаболиза и кровоснабжения и некоторых других нарушениях здоровья, при травмировании основания ногтя, матрицы и прикурения. Ногти стали растить быстрее. В течение последних 70 лет скорость роста ногтей выросла на 25%. Если в 30-е годы прошлого века ученые из Оксфордского университета по известным только им причинам стали замерять скорость роста ногтей, первые замеры были сделаны в 1938 году, в следующие в 1960 спустя почти 60 лет их коллеги из университета Северной Каролины решили продолжить исследование. Выяснилось, что скорость роста возросла, но по-разному на разных пальцах. Например, на больших пальцах рук в 30-е годы ногти вырастали на 3 миллиметра в месяц, а в 60-м году на 3,05 в 2009 на 3,55 в среднем ногти на руках стали расти на 3,47 в месяц. Скорость роста ногтей на ногах тоже прибавила. Интересно, какие данные. у меня не черные были, вот мизинец и этот, ну, приравила, полностью черные. И вот последнюю черноту я состриг, ну, допустим, вчера. Я так и специально думаю, а потом достану линейку и замерю. Оказывается, новое очень трудно изобрести. Мне просто интересно было. Вот она, женщина, на ногах, а, видишь, когти. А вот неудачно ее сделали, видишь, как отломились, и не то, что наростило, а глупости это все. А волосы как растут быстро? Вот тоже можно это зарядить, наверное, узнать. Скорость роста волос. Растут волосы на 0,35 миллиметров в сутки. То есть 1,5 сантиметра в месяц. По средним ростом волосы в месяц понимается длина, на которую обычно отрастает ваши волосы на 1 месяц. Что влияет на рост волос? Дальше шевелюра. Это интересно. У авиасоломы сколько настригали? Вон она какая, волосы-то. Так, статистика. Средняя шевелюра рыжих включает около 90 тысяч волосинок. У брюнета 100, у шатенов 110, у блондинов 150, а русых около 200 тысяч волосинок. И ни одна не падает без воли творца. Обычная шевелюра имеет от 100 до 300 волос на коваратный сантиметр. Средний человек теряет около 60 волос в день осенью, весной 45, от 20 до 25 зимой и летом. Волос головы в среднем живет 6 лет. А дальше 3, видимо, так. Рост. Волосы-шевелюры не растут непрерывно, а имеют цилиндрические ритмы, циклические, циклические, не вижу даже, которые могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей возраста и времени года. Фаза роста фаза анагена, регрессии фазы катагена и покоя фаза телогена чередуются. Интересно. Последняя фаза приводит к смерти и выпадению волоса. Первый цикл начинается с пятого месяца внутриутробной жизни и продолжается всю жизнь или до потери последнего волоса. Каждый волос может разделить на две части живой корень, который скрыт, и мертвый стебель, который является видимым. Волос выпадает лишь 2-3 месяца спустя после смерти спонтанной или патологической ячейки, которая его производит. Этот срок сокращается под влиянием механического фактора тяга, трения, шампуни, тяга, натягивая, значит. Мертвый волос имеет атрофированную белую сухую луковицу, что с человеком иногда ошибочно воспринимается как окончательная гибель волоса, не подлежащая замене. Ой-ой-ой, зависит от возраста. Несколько причин. Вот волосы откуда начинаются. Капилляры, шевелюры. Ужас, сколько всего известно-то. Вот они, женщины, стоят, волосы до полу у них. Элемент интимности. Почти во всех культурах волосам придается особенная значимость. Они часто связаны с неприкосновенностью частной жизни, обаянием, скромностью и сексуальностью, прикосновение к шевелюре и другого расчесывания стрижки являются признаком близкой привязанности. Согласно традиционной иудейской христианской традиции, длинный волос женщин – честь для семьи. Также непременным покрытием волос платком замужем женщины были в России до начала XX века нормой. Замужья женщина с распущенными волосами постыжала мужа. Подобное поведение считалось неприличным. До сих пор при входе в православный храм любая женщина должна надеть платок, мужчина напротив снять головной убор. Основано на становлении Библии 1 Коринфян 11.3.16. Когда индейцы Холи заключали традиционный брак, то будущая супруга должны были погрузить свои длинные волосы в очистительную пену юка, затем сплести их в одной косе, что символизировало непрерывность союза. Неразрывность. Неразрывность. Видишь, я неправильно считаю еще. Вот оно. Ну, интересно, самые длинные рекорды-то какие? Магические представления, знак траура. Не написано, да? А вот где-то же есть, наверное, это рекорд. Шевелюра, скорость роста волос, ответы. Так, рекорд. Мне охота знать рекорд. Весы. Рекорд. Волос. Рекорд веса. Книга рекордов Гиннеса самодлинные волосы и кому они принадлежат. Вот можем маленько глянуть даже попутно обладательницы. Так бедная, она что же делает-то? Это какая беда-то? Как говорит народная мудрость, волосы не зубы, отрастут. Действительно, волосы у человека растут на протяжении всей жизни. В детстве по 13-14 мм в месяц, во взрослой по 15 мм, а к старости скорость роста снижается до 8-10 мм в месяц. Вот я приехал, постригся на голову, а сейчас уже выросла немножко. И что здесь важно знать? Книга Регордов Гиннеса. Титул женщин с самыми длинными волосами на сегодня делят две дамы, китаянка и американка. У последней волосы заплетены вдреды, поэтому абсолютная длина волос в распущенном состоянии могла бы быть и больше. Вот китаянка, смотри, она еще в воде их держит. Это она... Ой-ой-ой... Вообще-то же пошла на такую беду. А вот она у нее. Тут уже не расчесать, видать. Она и сама-то сидит уже. Ну, как бывают эти вот птицы такие. Распустит волос. А вон написано. Ну, 5-7 метров, да? Да. 5,7 метров. Ой-ой-ой... Четыре раза в месяц. Ну, а каждый год обстригали авиасолома. Вот это вот непонятно. Что это? Сколько волос у него были? Он ими запутался в ветвях, его и убили из-за этого. Самые длинные волосы у мужчин. А где они у них? А это что вот это у него? Это волосы? Это борода у него? Нет, про волосы речь идет. Речь идет. А волосы-то? Так, Гиннеса. Самые длинные волосы. В 2001 году рекордсменом по длине волос был представитель народности Хмонг Ху Са Тео, живший в Таиланде. Книга рекорда Гиннеса. Самые длинные волосы мужчины на тот момент зафиксированы на отметке 5 метров 79 сантиметров. Ху Са Тео очень гордился своими волосами. Он с удовольствием участвовал в телепрограммах, фотосессиях с туристами и в интервью с журналистом, показывая свою удивительную шевелюру. Именно этим, по мнению соплеменников, накликал на себя беду. По верованиям народа, демонстрация волос как интимной части тела привлекает болезни. Так и рекордсмен скоропостижно скончался 16 лет назад от инсульта. Однако его рекорд был вскоре побит. Первое место на пьедестале книги рекорда Гиннеса по самым длинным волосам у мужчины занял Трен Вай Хай, вьетнамец. Не стриг волосы более 13-30 лет. Это у него вот вокруг плеча, вот борода-то где у него, вот она. А не борода, а это волос на голове. Но это ой-ой-ой-ой, она у него уже такая скутанная была, вот она. Так что Трен Вай Хай еще будущим молодым человеком заметил, что после стрижки он стал чаще и продолжительнее болеть. Как адепт народной медицины, а он сам был местным целителем, Трен Вай Хай пошел наиболее простым и привлекательным путем. Он перестал стричь волосы совсем. Итак, волосы рекордсмена выросли до недостижимых до сих пор 6 метров и 80 сантиметров. Однако за столь долгий срок волосы не только отросли, но и потеряли всякий эстетический вид. При отсутствии достаточно гигиенических условий в далекой Витамской деревушке уход за 6-7 метровыми волосами представляется весьма затруднительным. Самые длинные волосы у детей. Вот она сидит. Только только одними волосами и заниматься. Вот она расчесывать пытается. Ужас какой. Могут тратить по несколько флаконов шампунь, а только на одном мытье волос стало очень накладной статьей рекордсменов. Ну это вообще. Вот она сидит. По полу. Вообще ужас. 10 часов сушит. Так. Конечно, как и другим рекордсменам, уход за волосами такой длинный большой труд для Татьяны. Она моет голову по 4 часа. 10 часов сушит. Еще полтора их расчесывает. В уходе за волосами ей помогает вся семья. От мужа до маленьких детей. Мытье головы в таком режиме возможно не чаще, чем раз в две недели. Татьяна не желает останавливаться на достигнутом и планирует отращивать волосы и дальше. Может быть не за горами и мировой рекорд. И ради чего это все? Но тоже непонятно. Книга рекордов Геннесса. Результат официально зарегистрировать не удалось никому. Вот она. Волосы у нее ветром раздуло. Вот так. Это мы сегодня начали со снега. И вот куда вышли. Интернет это вообще все. Что хочешь можно узнать. Благодарю Володя за внимание. Смотри у меня воробушки то едят. Где они? А вон с той стороны там один. А они напуганы были. Я их напугал здесь. Напуганы. Все да. Все. Ой ой ой.